Рядом с фонарём я успокаиваюсь, здесь не надо думать где ты, кто ты, правильно ли ты поступил или совершил ошибку. Всем привет! Вы на канале Ювплей и мы продолжаем проходить огонь маяка. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или уже по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Иногда забытое уже не вспомнить. Подумай над этим хорошенько, ладно? Конечно. Я бы не хотел, чтобы ты меня забыла. Такого точно не случится. Астабан грустно улыбнулся. Разговор сошёл на нет, и Этани задумалась. Она почти приняла решение. Но верно ли оно? А чё за решение это? День десятый. Иногда тихая жизнь на маяке прерывалась самым удивительным образом. Этани со Стабаном как раз погрузились в чтение. Когда с верхнего этажа послышался странный шум. Этани в ужасе подскочила, пытаясь сообразить, какое оружие использовать против грабителя. А она не сомневалась, что это именно грабитель. Первым и единственным вариантом оказалась швабра. Что ты делаешь? Господин Астабан, нас грабят! Этани энергично махала шваброй, готовясь с боем защищать имущество смотрителя. Грабят? Кто-то пробрался на один из верхних этажей. А почему он не услышал типа? Успокойся, Этани. Как по-твоему он бы туда залез? По верёвке? Подпрыгнул? Или это особый мореплаватель с очень длинными ногами? Монки Дилуфи приплыл что ли? За комплимент ногам большое спасибо! Ааа, женский голос, ладно. С лестницы раздался звонкий женский голос. Его сопровождали энергичные удары каблаков о деревянные ступени. Это неудобнее перехватило метлу. Астабан пошёл вставить чайник. Кто там? Я пришла захватить этот маяк и стать смотрителем вместо Астабана. Не может быть! Бу-га-га-га-га-га-га! Тебе чёрный чай или красный, как обычно? Красный! А когда я прогоню Астабана, то устрою здесь приют для бездомных животных. О, я люблю животных! Это не опустило швабру. На маяке будут жить пёсики, котики, птички и прочие милые зверёшки. Я люблю котиков. Они любят птичек. Поможешь мне за ними ухаживать? Конечно! Вот так, Астабан, и надо переманивать людей на свою сторону! Обладательница весёлого голоса наконец спустилась с лестницы. Грабителем оказалась красивая девушка, в чьих движениях сочетались озорство и грация. Познакомься, Этани. Это Гремиум. Она путешественница. Зови меня просто, Грэм. Хорошо, госпожа Грэм. Какая воспитанная девочка! Этани внимательно всмотрелась в Грэм, чего не мог не заметить Астабан. Что-то не так? Госпожа Грэм напоминает мне одного человека. Астабан улыбнулся и постарался сменить тему. Эта не заблудилась в тумане и не может решить, куда отправиться дальше. Поэтому я позволил ей какое-то время пожить на маяке. Вот оно как! Может, возьмёшь пример с меня? С вас? Грэм путешественница. В отличие от торговцев, она без всякой цели перемещается из одного порта в другой. Как грубо! Мною движет весьма важная цель. Спасение мира от злых сил? Эм, злых сил? Не удивляйся, это она так шутит. Нет-нет, я путешествую. Ради путешествий. Девушка гордо выпятила грудь. А где грудь? Её нет. Моя цель посетить как можно больше новых мест. Здорово! Нет ничего лучше, чем открыть для себя этот неизведанный мир, каких никогда-никогда-никогда прежде не встречал. Как путник, стремящийся в новую далью, я брожу по горам, лесам, океанам. Ого! Ты не представляешь, это нисколько всего есть на свете. Ты когда-нибудь видела водопады, бьющие снизу вверх? О деревьях, которые читают стихи? Или разноцветные облака? Это не застыло в восхищении, рисуя со слов Грэма воображение удивительные образы. Как чудесно! То же касается и людей, их обычаев и нравов. Кого я только не встречала! Кстати говоря, Мастабан один из этих удивительных знакомых. Смотритель настоящего маяка разве не чудо? Чудо! Пейте свой чай! Да-да, разумеется. Так вот, Этаним, почему бы тебе не отправиться в путешествие наугад? Разве сердце не стучит от восторга, когда понятия не имеешь, какие чудеса принесет тебе сегодняшний день в новом удивительном месте? Эм, я... Девочка замялась, отведя взгляд в сторону. Не думаю, что имею право выбирать наугад. Почему? У нее особые обстоятельства. Грэм начала была открывать рот для возражений, но остановила себя и с серьезным видом кивнула. Что ж, понимаю. У всех в своей пути не бывает одинаковых мореплавателей. Вот именно. А вы тоже заблудились, поэтому оказались на маяке. Я-то? Нет, совсем нет. Хоть маяк и помогает тем, кто не может найти дорогу, но не обязательно теряться, чтобы его посетить. Я просто зашла в гости. О, так вы подруга господина Астабана? Вы давно знакомы? Давненько, но те времена покрылись вековой пылью. Вам сто лет? Я не это имела в виду. Грэм иногда забегает в гости, почему-то упорно отказываясь пользоваться дверью. Куда интереснее выбирать нестандартные пути. Сегодня пробиралась через знаменитую кладовку с чаем. Чуть не затерялась в ней навеки. Не преувеличивай. Веселое место этот твой маяк. Но самое интересное в нём – огонь фонаря. Огонь и правда очень красивый. Глаз… Главное, глазам не навредить. Не волнуйся, Астабан прочитал мне лекции о правилах безопасности. И правильно сделал. Фонарь очень яркий. От тусклого огня не будет никакого толка. Твоя правда. Грэм продолжила рассказывать о своих путешествиях. Этони с раскрытым ртом ловила каждое её слово. Не веря в удивительные миры, способные возникнуть только в фантазиях талантливого сказочника. После, когда было выпито по несколько чашек чая, Грэм позвала Этони полюбоваться на фонарь. Не забудьте использовать мазь для век. Да-да. Грэм беззаботно отмахнулась от предостережений, но тщательно втёрла мазь в Вики, Севей и Этони. Иначе огонь грозил ослепить. Ах, как всегда, прекрасен. Вы так сильно любите огонь фонаря? Грэм отошла к окнам и прислонилась спиной к подоконнику. Виду путешественница стал задумчиво. Рядом с фонарём я успокаиваюсь. Здесь не надо думать, где ты, кто ты. Правильно ли ты поступил или совершил ошибку. У фонаря всегда всё ясно и понятно. Ты рядом с дружелюбным и ласковым светом в безопасности. Да, понимаю. Рядом с фонарём можно не бояться. Вот именно. А вам не страшно путешествовать? Ну, о чём ты? Вы путешествуете по незнакомым местам. И наверняка встречаетесь со многими опасностями. Вам не страшно рисковать жизнью? Грэм в задумчивости приложила к губам указательный палец. Да, частенько бывает страшно. Вот оно как. Но это нормально. Страх такое же естественное чувство, как радость или счастье. Правда? Все боятся. И я, и Астабан. Люди вообще не железные. Значит, страх оправдывает плохие вещи? Грэм слегка помрачнела. Что ты имеешь в виду? Если человек знает, что поступает неправильно, но страх слишком силён. Грэм вздохнула. Не мне учить кого-то жизни. Понимаешь, Этани, ты говоришь о трусости, с которой очень тяжело справиться. Чтобы побороть её, нужно приложить много усилий. И это нормально? Раз тяжело, то всё в порядке, можно и не пытаться. Этани сжало кулаки от возмущения. И Грэм криво усмехнулась, заметив, что тема трогает девочку за живое. Не знаю, что произошло с тобой в прошлом, но скажу одно. Бывает, страх лишает разума. Это не оправдание и не попытка кого-то обилить. Страху нужно, нет. Необходимо противостоять. Но в жизни иногда случается плохое. Просто хоп и всё. Но если человек хочет исправить ошибку, он должен побороть страх. Иначе никак. И он сможет? М? Ну, побороть его. Человек сможет победить? Кто знает, зависит от человека. Когда я смотрю на огонь фонаря, моё сердце наполняется мужеством. Я думаю о бесконечном числе мореплавателей, отчаянно против востоящих морским штормам и коварству долгого пути. Представляю, сколько они преодолевают испытаний и, несмотря ни на что, движутся вперёд. Тогда я понимаю, что ничем не хуже их. Верно. Бывает, я боюсь и подумываю о бегстве. И тогда, вспоминая маяк и его тёплый свет, мысли сразу успокаиваются. Может, попробуешь так же, если сильно испугаешься? Вспомните о фонаре? Да, подумай о тех мореплавателях, что нашли свой путь благодаря его свету. Мужество можно черпать из-за разных источников, понимаешь? Наверное. Эх, всё-таки серьёзные разговоры не для меня. Я просто делаю, а потом уже думаю... Ха-ха-ха-ха! И поэтому никак не можешь научиться пользоваться дверью. Но так дело не относится и вообще. Ты нас подслушивал, что ли? Просто хотел предупредить, что если задержитесь у фонаря ещё не на несколько минут, рискуете заработать ожоги. Эх, ну вот это они. Нас гонят в безопасное место. Огнём можно топить печку. Ха-ха-ха! Никогда об этом не думала! Не издевайтесь над фонарём, хорошо? Пойдём вниз. Лучше не злить господина-смотрителя, а то схлопочем по голове. Вот чего я боюсь больше всего на свете. По сравнению с этим страхом, всё остальное цветочки. Не говори ерунды. Хорошо, я тоже буду бояться господина Астабана. Увольте. Так это не познакомилась с путешественницей по мирам Грэммиум. Девочке тоже захотелось когда-нибудь посетить другие страны. И даже миры, но едва она подумала об этом, её сердце сжалось от тоски. Этони не имело права даже думать об этом. Да чё у неё там такое произошло? День девятый. Этони смотрела на своё отражение в воде. Девочка не видела дна, хотя стояла у самого берега. Из-за чего море напоминало зеркало с очень тёмным стеклом. Её съедали воспоминания... Сомнения. Она не понимала, как поступить. Какой выбор будет правильным? Что делаешь? Я давно хотела спросить. Да? На моей ке я выгляжу иначе, чем в родном мире. Думаю, я носила совершенно другую одежду. Как так может быть? Кто-то переодел меня, когда я плала в лодке? О нет, теперь на мне никто не женится. Шутка? Да. Не волнуйся. Маяк – место вне привычного тебе мира. Здесь ты можешь выглядеть, как хочешь. Как хочу? Даже как с ног шибательная красотка? Вот оно как. Скорее всего, тебя устраивает собственная внешность. Как и многих путешественников. Редко кто предпочитает быть кем-то другим, мы в душе все равно стремиться к родному обличию. Ого! Что до одежды. Тут все гораздо проще. Наверное, она кажется тебе наиболее удобной для путешествия. Говоришь, дома ты носила другую? Даже когда отправилась в путь? Когда я отправилась в путешествие, я… Да, эта одежда кажется мне удобной. Хорошо. Я бы тоже хотел… Я бы тоже хотел задать тебе вопрос. Какой? Тебя преследует сильный запах крови. Что-то случилось? А? Я сразу заметил, но не счел вежливым спрашивать. Это твое личное дело, и все же мне слегка тревожно. Ты в порядке? Простите, что заставила вас волноваться, господин Астабан. В твоем родном мире что-то произошло? Девочка неохотно сняла напитку. Наверное, вы говорите об этом. Торс был плотно перебинтован, и на белой материи проступали ярко-алые пятна. Вот оно что. Ужасно, правда? Не волнуйтесь, господин Астабан. Все хорошо. Я боялась, что у меня совсем нет времени, но на маяке так здорово. Несмотря ни на что, рана не убивает. Время не уходит. Удивительно. Это не. Я не хотела вас тревожить. Верно. На маяке нет времени. Поэтому твоя рана остается все такой же. Не убивает тебя, но и не затягивается. Теперь ясно. А я-то думала, почему кровь всегда свежая? Но боль остается. Так? Коль ранее не затянутся, ты продолжаешь ощущать боль. Время может сыграть злую шутку, если застанет в неподходящий момент. Боль не важна. М? Я могу вытерпеть все, что угодно, пока у меня есть хоть немного времени. Я получила желанную перед дэшку. Так что пусть боль послужит соответственной платой. Ну что ж, и будет служить эта боль соответственной платой уж до следующего раза. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»